Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире финальный выпуск специального совместного проекта Краевого телеканала «Свое ТВ» и Министерства здравоохранения Ставропольского края, который называется «Большое спасибо». Мы начали этот проект, чтобы поблагодарить тех людей, которые в это непростое время, а порой ценой своих собственных жизней спасают наши. 40 красных зон были созданы по всему Ставрополью для борьбы с той напастью, с той бедой, которая обрушилась на все человечество. Это COVID-19. Сотни докторов прямо сейчас работают в этих красных зонах сутками, порой даже без сна и без отдыха, для того, чтобы помочь заболевшим преодолеть болезнь с минимальными последствиями. Сегодня на медики на Ставрополье получают беспрецедентную поддержку от правительства края и федерального центра. В регионе успешно притворяется в жизнь национальный проект здравоохранения. В прошлом году на евроизацию было выделено почти полмиллиарда рублей. Ход работ по введению в строй новых больниц, ФАПов, закупка нового оборудования для них, выплаты медработникам и многое-многое другое в этой сфере находится на личном контроле губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова. Но вернемся к проекту «Большое спасибо». Четыре месяца, 40 красных зон, 40 выпусков, 40 человеческих судеб и 40 красных частиц большого сердца, которые мы собирали по всему нашему Ставрополию. Сегодня все они собрались в один арт-объект, к которому мы так и стремились. А накануне было принято принципиальное решение, чтобы установить этот арт-объект не в краевой столице, а в известном во всем мире городе-курорте, здравнице России, Железноводске. В годы Великой Отечественной войны этот город стал одним большим госпиталем для бойцов Красной Армии. И немного об этом расскажет наш первый эксперт, научный сотрудник Железноводского краеведческого музея Галина Викторовна Быстрицкая. Добрый вечер, Галина Викторовна. Добрый вечер. Галина Викторовна, ну, вот, во-первых, так хочу немножко проанонсировать, что сейчас мы идем по новому террингуру, но об этом позже, который тоже имеет непосредственно отношение к Великой Отечественной войне, к победе в этой войне. Расскажите, пожалуйста, об истории города Железноводска вот как раз в эти годы, в годы Великой Отечественной войны. Почему все-таки его называют одним большим госпиталем? Конечно же, потому что здесь было открыто целых семь госпиталей, значит, три тысячи коек, и они начали принимать раненых буквально с самого начала войны. Раненых было огромное количество. В первые две недели уже сюда поступило три тысячи раненых. А уже через месяц было даже более четырех, то есть даже коек не хватало, на которые, в общем-то, было рассчитано все это. И врачи, они действительно не выходили из госпиталей неделями. То есть такая была занятость, так хотели помочь раненым, то это действительно был самоотверженный труд. И за ранеными так хорошо ухаживали, что возвращалась строй до 80% раненых. Действительно, огромная сумма. Но мы знаем же, что Железноводск это все-таки город-курорт. Здесь у нас лечебные минеральные воды. И вот говорят, что именно благодаря вот этим минеральным водам и вот климату, вот этому Железноводску называют маленькой Швейцарией, Ставропольской, да? Что поправлялись наши бойцы, бойцы, бойцы. Это так? Это так, конечно, потому что здесь уникальный климат. Ведь наш курорт находится в естественном лесу. А ведь это такой единственный естественный лес, лесопарк здесь, на Кавминводах. Галина Викторовна, вот по всему Теренкуру я вижу, что вот здесь стоят вот такие камни специальные. А что это за камни? Это камни, на которых высечены данные о том, что было с Железноводском во время войны. То есть когда он был именно городом Ивака Госпиталей. То есть можно пройти по вот этой аллее, и даже если человек ни разу здесь не был, он не знал, что Железноводск был под оккупацией, что здесь были госпитали, он об этом узнает, просто пройдя по этой аллее. Но здесь вот не только же врачи помогали, ведь на восстановление наших бойцов, я читал об этом, практически все жители города встали. Конечно, особенно трогательно было то, что когда раненых проводили по Железной дороге, местные жители приходили огромными толпами посмотреть на наших раненых, как на великих героев. Им приносили цветы, подарки, обнимали, целовали. То есть действительно был праздник. Ну а вот сейчас очень много встреч происходит с ветеранами Великой Отечественной войны. Вот кто-то из тех бойцов, которые здесь восстанавливали свои силы, может быть, после ранения, они приезжали к вам сюда? Были такие случаи? Приезжали, но их очень мало осталось в живых, практически никого уже нет. Сейчас в живых остались только дети войны. Тех, кто были санитарками, медсестрами, вот эти самоотверженные женщины, их практически уже нет в живых. А сколько всего было поставлено на ноги бойцов Красной Армии? Точная цифра есть какая-то? Точная цифра есть, что за 1942-1943 годы примерно 30-40 тысяч человек были поставлены на ноги и вернулись в строй. Кстати, уважаемые телезрители, вот то, с чего я начал, мы неспроста выбрали место для установки арт-объекта именно здесь, в курортном парке Железноводска, благодаря усилиям краевой власти, администрации города-курорта. Сегодня восстановлены многие достопримечательности этого уникального рукотворного парка. И мы сейчас находимся на новой лечебной тропе, Теренкуре, он так называется правильно, о нем подробнее нам расскажет наш следующий спикер. Галина Викторовна, спасибо вам большое, вы можете проходить к нашему арт-объекту. И следующий наш спикер, это начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-курота Железноводска Ставропольского края, главный архитектор этого замечательного города, Квасенкова Галина Викторовна. Галина Викторовна, добрый вечер. Добрый, добрый. Галина Викторовна, ну вот уже мы начали говорить с моим предыдущим спикером об этом маршруте, об этом Теренкуре. Я вижу, что здесь вот и какая-то инсталляция есть. Расскажите подробнее, пожалуйста, вот о нем. О Теренкуре. Да. Во-первых, он лечебный. Люди здесь в войну, и не только в войну, ходили, лечились, и сейчас они лечатся. Мы здесь, у нас в городе существовало семь авокогоспиталей, работало. С память об этих авокогоспиталях мы разместили вот глыбы, каменные глыбы на нашем Теренкуре. На этих Теренкурах мы разместили память, и вернее страшную, то, наверное, тяжелую историю войны, а также благодарственное письмо Сталина, который благодарил наш авокогоспиталей, врачей и людей, которые там работали, о том, что они собрали деньги и передали их в фонд сиротам и семьям, потерявших кормильца, так скажем, военно-военных. Это вот эти камни. Также символизирует наш Теренкур, вы видите, есть здесь плитка оранжевая и серого цвета. Это наша георгиевская лента. Ну, я вижу, что вот здесь очень интересная инсталляция. Инсталляция. Это соловьи. Соловьи. Это память нашей Соловьи Победы. Соловьи Победы. 1418 ночей шла война. И вот здесь 1418 соловьев. Эти птицы символизируют птиц, которые пели нашим солдатам, когда они лечились, когда они здесь дышали этим воздухом. Мы слышим, что вот даже сейчас птицы не померли, поют. Да. А это же, это же, ну, это людей поднимало на ноги. Они ходили по этим Теренкурам, по этому Теренкуру, именно поэтому они ходили. Потому что он не такой тяжелый. По нем, ну, то есть для больных здесь отдых, пение птиц, которые их восстанавливали. А также для исторической вот остановки у нас рентраслятор, который вы слышите, поет песни Победы, есть публикации, а говорит, стихи читают. Это все воспринимается нашей историей, ну, не только военной, да, но нашей лечебной. Потому что мы вот идем и подходим к нашему бывшему Мариинскому бювету, источнику. Ну, вот самое главное же, чтобы это понимали люди, для которых вы это все делаете. А какие-то отзывы от отдыхающих есть уже, слышны? Да, да, спасибо, говорят наши приезжие, наши отдыхающие. Говорят, как вы много сделали за эти вот последние пять лет, ведь город стоял в разрухе, и, собственно, ничего не происходило в этом городе. А на сегодняшний день спасибо нашим федеральным программам, Владимиру Владимировичу, за то, за поддержку нашу, которую он помогает нам восстановить наш курортный лечебный парк. И еще ведь у нас есть Пушкинский лечебный парк, который мы восстановили. Вы сейчас имеете в виду губернатора или президента? Да, губернатора, губернатора, да и президента тоже, потому что благодаря их программам, благодаря нашему Евгению Ивановичу, мы, собственно, восстанавливаем то, что мы утратили в свое время. А сейчас посмотрите, как здесь приятно пройтись. У нас есть Пушкинский, Лермонтовский, госпитальный. И мы ведь на этом не собираемся останавливаться. У нас есть еще реконструкция старой каскадной лестницы. То есть работы очень много, которые бы мы с удовольствием выполнили. И пригласили бы сюда, чтобы еще больше к нам приезжали и смотрели, и любовались нашим городом. Может быть, у вас есть какие-то вот такие маленькие-маленькие анонсы приоткрыть за весу тайны. А что вот, ну вот каскадную лестницу с вашим новым замечательным прудом уже мы говорили об этом. И еще будем говорить. Может быть, что-то еще вы готовите такое сюрпризом нашу? Аллею любви. Аллею любви мы хотим восстановить, которая, ну, находится в разрушенном, так скажем, состоянии. Нам обязательно это восстановить. Лермонтовский сквер мы хотим восстановить, который находится в районе бювета номер один. То есть у нас планов громадье. Только дайте нам возможность, и мы это все выполним. Ну, дай бог, чтобы это было. Я вот вижу, что здесь бювет, вы о нем начали говорить. А что это такое? Мариинский бювет. В свое время он был назначен, один из старейших бюветов. Вот видите, он уже в таком запустении. Он не работает. Источник иссяк, а бювет остался. И вот желательно бы его отреставрировать. Мы сейчас рассматриваем этот вопрос, как бы решить этот вопрос о реставрации этого бювета, восстановить его. Это были навесы, такие беседки. Его можно восстановить в форме беседки, как он ранее был. И вот все это остались, вот эта вот лестница, входная группа, это 1890-е годы. Ну, это очень красиво. Особенно вы, как архитектор, должны это понимать. Понимаете. Ну, немножечко мы тут испортили. Ну, ничего. Исправить все можно. Мы исправим. Мы исправим. И вот, поверьте, в ближайшее время вы придете посмотреть на наш новый Мариинский бювет. Обязательно приедем. Галина Викторовна, сейчас нас смотрят тысячи людей, для которых мы этот проект, большое спасибо, и задумывали. Наши замечательные врачи, доктора. К сожалению, к сожалению, болезнь, ну, никак не хочет отпускать, никак не хочет покидать нашу планету. И сейчас многие сотни людей в белых халатах стоят на своих рабочих местах и пытаются нас защитить, спасти от этого недуга. У вас сейчас есть, как у главного архитектора города, как у хранителя здоровья города, я бы так вас назвал, уникальная возможность к ним, ко всем обратиться и чего-то пожелать. Пожелать им здоровья, терпения на нас, на больных, которые приходят к ним только с бедой. А мы сегодня хотим их поздравить и пожелать им счастья, здоровья и хорошего настроения. И пусть хоть на какое-то короткое время у них будет вот мы с радостью на глазах, со счастьем, мы придем к ним с счастьем и поздравим их с их праздником. Отлично, спасибо вам большое. Галина Викторовна, вы можете проходить к нашему арт-объекту, да, присоединяться. А я бы хотел, пока у меня есть еще время в эфире, подойти к нашим замечательным зрителям, которые пришли сегодня на открытие арт-объекта. Вот тут стоят девчонки такие. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Виктория. Виктория, вы местный житель? Да. Ну, вот наверняка в вашем городе вы замечали, что много в последнее время открываются арт-объектов в других различных объектах. Как вам вот такой объект, который посвящен врачам? Замечательно, это... Ну, я немножко вам помогу. Многие сейчас врачи ругают, и не то они делают, и не так они лечат, и не так они общаются, обращаются. Вот чтобы вы, как простой житель Железноводска, могли бы им вот в эту минуту, когда они стоят на своих рабочих местах, может быть, смотрят наш эфир, сказать? Я хотела бы врачам сказать спасибо, пожелать им терпения, огромного терпения и спасибо за то, что они лечат. У вас-то как здоровье? Отлично. Все отлично? Да. Ну, хорошо. Друзья, а сейчас я передаю слово в эфире моему коллеге, замечательному журналисту Антону Киевскому, который и проведет торжественную часть, собственно говоря, само открытие нашего арт-объекта. Большое спасибо. Антон, тебе слово. Спасибо большое моему коллеге Олегу Исаеву. Друзья, добрый вечер всем, кто собрался сегодня на, так его здесь называют, я знаю, госпитальный теренкур. Добрый вечер всем, кто собрался на территории госпитального теренкура. Добрый вечер всем зрителям телеканала «Свое ТВ». Сегодня мы ставим точку, точку в нашем большом проекте. Большое спасибо. Четыре месяца, долгих четыре месяца мы ездили по всему Ставропольскому краю, по всем красным зонам, общались с настоящими героями, которые борются за наши жизни, за наше здоровье и делают нашу жизнь хотя бы немножечко лучше. А мы своим проектом хотим сделать хотя бы немножечко лучше их жизни, поблагодарить всех тех, кто нас защищает и оберегает наше здоровье. Ну что ж, не будем откладывать дело в долгий ящик. У нас большая программа, большая, но достаточно компактная. Поэтому я с удовольствием хочу предоставить слово как раз одному из тех, кто стоит на страже нашего с вами здоровья, наших с вами жизней. Главный врач Железноводской городской больницы Евгений Петрович Матвиенко. Евгений Петрович, прошу вас к микрофону. Добрый вечер. Добрый вечер все гости, пришедшие на этот прекрасный праздник. Праздник посвящен нашим врачам, нашим медикам. Когда впервые была объявлена пандемия коронавируса, новая особо опасная инфекция, с чем столкнулся мир, само собой, когда разговор заходит о жизни и здоровье людей, на первый план выходят медицинские работники. И честно признаться, мы все выполняли свою работу не для того, чтобы получить награды или памятники. Мы делали для того, чтобы жизнь наших людей как можно больше была безопасной. А то, что нам уделяют огромное внимание наши власти, наши люди, ценя наш труд и превращая все вот в такие прекрасные мероприятия, оценивая наш труд, мы за это очень сильно благодарны. И, конечно, это стимулирует на еще более большую работу, работу тяжелую, работу трудную, работу направленную на сохранение жизни наших людей. Но, тем не менее, работа благодарна вот именно тем вниманием, которое нам уделяется. И от всех медиков нашего города Железноводска, я уверен, что все медики нашего края, да и вообще все медицинские работники скажут огромное спасибо всем людям, кто ценит наш труд, кто делает нашу жизнь вот такой вот яркой, заметной. Но и от себя хотелось бы сказать спасибо, передать слова благодарности нашим краевым властям, которые, невзирая на все трудности пандемического периода, нашли возможность все-таки выделить финансовые средства. И мы отремонтировали наше инфекционное отделение, которое в 2020 году уже принимало и оказывало помощь огромному количеству ковидных пациентов. Огромное спасибо министерству здравоохранения Старопольского края, которые также приняли достаточно большой удар на себя, удар именно в плане обеспечения нас расходами материалами, лекарственными препаратами. Да и вообще вот просто создание максимально комфортных условий для того, чтобы мы могли уже делать свое дело, делать свою работу, оказывать помощь нашим жителям. Также огромное спасибо администрации города-курорта, которые совместно с прокуратурой, совместно со всеми надзорными органами Росздравнадзором приходили постоянно в больницу, были контролируют, поддерживали наших медиков в праздничные дни, да просто в будние дни. То же самое. Эта помощь, она, конечно, вот именно поддержка, она была достаточно значимой для нас. Спасибо огромное всем. Спасибо за внимание к нам. И спасибо, что вы все пришли. Спасибо. Спасибо большое вам, Евгений Петрович. И в вашем лице, наверное, всем медикам, да не только Ставропольского края, а вообще всего мира, потому что, к сожалению, вот эта вот зараза ковид, весь мир под себя, в общем-то, немножечко подмяло. Спасибо большое вам. Не перестаем, в общем-то, благодарить наших медиков, друзья. Но мы идем дальше, и я хочу предоставить слово директору по продажам компании «Римский мастер» Дмитрию Валерьевичу Богатову. Дмитрий Валерьевич, прошу вас. Добрый вечер, уважаемые друзья. Я директор компании «Римский мастер». Я коротко расскажу про наше предприятие, так как мы приняли участие в этом большом креативном проекте совместно с телекомпанией «Свое ТВ», создали непосредственно эту инсталляцию. Скульптура, безусловно, говорит о том, что врачи, сами по себе, люди – это очень упорные, достойные, старинная, достаточно профессия. Поэтому мы безгранично благодарны, что вы приносите нам здоровье. Так что дай Бог вам всяческих успехов и побед, ну и, естественно, и нам огромного здоровья. Все, спасибо, дорогие друзья. Спасибо большое, Дмитрий Валерьевич. Дмитрий Валерьевич, ну что ж, как вы все уже знаете и понимаете, мы находимся с вами в городе Железноводске, в городе-курорте. И, естественно, мы очень благодарны городу Железноводску за предоставленную возможность разместить наш арт-объект в благодарность врачам именно здесь, именно в Железноводске. Я с удовольствием предоставляю слово главе администрации города-курорта Железноводск Евгению Ивановичу Моисееву. Спасибо большое. Мы тоже очень благодарны нашему любимому телевидению, свое ТВ, за то, что выбрали именно наш город, именно наш госпитальный теренкур, для того, чтобы установить вот этот вот плод нескольких месяцев работ и объезда красных зон. Знаете почему? Почему? Потому что, я думаю, лучшего места вряд ли бы вы могли найти. Почему? Госпитальный теренкур. С европейских языков слово «госпитальный» имеет два значения. Первое, очевидно, госпиталь госпитальный, а второе – это слово гостеприимный, хлебосольный. И наш город был всегда таким. Он всегда встречает с любовью, с улыбкой, с гордостью за себя, за своих гостей, с радостью за то, что от нас уезжают живыми, здоровыми, полными сил и желаниями любить, трудиться, рожать детей. А второй момент очень важный, то, что мы установили инсталляцию напротив Мариинского источника, о котором сейчас рассказывал наш главный архитектор Галина Викторовна. Он в народе называется просто «источник молодости», «источник любви». И вот когда на таком намоленном месте, где есть семь камней с текстом о том, как жил наш город, у нас было семь госпиталей, где есть информация о том, как мы жили, как город собирал деньги, чтобы помогать сиротам, как все спасали солдат, все до одного, от мала до велика. Кто-то стирал бинты, кто-то читал стихи, кто-то пил песни, кто-то письма домой писал. И мы гордимся тем, что очень много мы вернули в строй солдат, а значит они добивали наших врагов, в конце концов добили, и мы этим гордимся. У нас здесь постоянно голосом Левитана мы слышим сводки с фронта, это очень важно, это создаёт атмосферу, потому что главное в жизни – это ритуалы, главное в жизни – это символы. И вот когда мы место, в котором живём, наполняем смыслом, вот госпитальный Теренкор, смысл – это память, гордость за тех, кто был до нас, тогда мы создаём такую историю, которая позволяет нам надеяться, что когда мы уйдём, о нас также будут помнить. И вот эта череда поколений, она и называется культура. Мы живём в этой среде, мы ей гордимся, потому что так жили наши предки, так будут жить наши дети, но ещё лучше, чем мы. Поэтому память, смыслы и желание оставить маленькую память о том, как мы живём сегодня, как мы помним, вспоминаем и гордимся, самое главное. И как мы очень хотим быть каждой того же племени героев, племени победителей, какими были наши деды и отцы, вот это ощущение даёт, знаете, самое главное, и мы своей работой и Теренкором этим подтверждаем, что ценность, она в нас, она не где-то там далеко, за горой, там в другой стране, нет, она здесь, потому что здесь могила наших предков, здесь мы, здесь будут жить наши дети, они уже живут. И мы должны гордиться тем, где мы живём, этой землёй, друзьями, коллегами по работе, результатами своей жизни, потому что когда гордишься, себя уважаешь и других уважаешь. Вот так вот живём, так, дай Бог, будем жить. И ещё хочу раз поблагодарить нашей любимой и моё любимое телевидение СВИТВ за эту акцию. Оно очень символично тоже, мы любим символы в городе, потому что мы сейчас откроем и увидим, я так подсмотрел краешком глаза, ну, в принципе, что подсмотреть, у меня примерно такой значок, да. Знаете, это и символ, конечно, крест, это красный крест, одновременно это сердце. Это всё настолько вот по-нашему, по-железноводски, что мы очень рады сегодня здесь вас встретить, установить, поставить точку в нашем госпитальном теренкуре, чтобы теперь отдыхающие жители ходили, смотрели, вспоминали. И лишний раз потом пошли в музей или в архив и спросили, а кем же был мой дед, а где он воевал, а как он жил. Потому что мы должны помнить. Если не будем помнить, нас тоже никто не вспомнит. Поэтому вам спасибо большое, всегда рады видеть. Ну, а мы как оздоравливали, я надеюсь, так и будем оздоравливать, но только в мирной жизни, без военных ран, без каких-то других поражений, связанных с войной. Надо жить в мире, но будем жить в мире тогда, когда будем вместе сильными и будем держаться вместе. Вот давайте вместе держаться. Всем в Железноводске. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Иванович. Ну, я прошу вас далеко не уходить, потому что близится самый главный момент. Я прошу ещё выйти сюда наших гостей. Евгений Петрович, Дмитрий Валерьевич, тоже прошу вас, подходите. Друзья, ну, в общем-то, наступает тот самый момент, открытие нашего арт-объекта. Ещё раз напомню, ой, пардон. Ещё раз напомню, что арт-объект в благодарность всем врачам Ставропольского края, в их лице и врачам всего мира, которые защищают нас, помогают нам не болеть, берегут наше здоровье. Ну, что ж, приступаем. Ну, что, объект у нас открыт. Спасибо большое, дорогие друзья. Антош, у нас немного времени есть в эфире для того, чтобы хотя бы немного рассмотреть его. На самом деле, я ещё раз напомню телезрителям, что это красное большое сердце сложено из пазлов, которые собирали все ведущие, все съёмочные группы нашего телеканала по всему Ставропольскому краю. Давай вспомним наших ведущих, которые сегодня... Ну, ты, ведущий, Антон Киевский. Ты, ведущий, Олег Исаев. Спасибо. Леонид Нечапуренко. Никита Шишков. Елена Мирошникова. Алексей Форсиков. Да, в общем, много нас, но врачей ещё больше, к которым мы съездили. И можно будет, но я думаю, что покажут обязательно крупненько на каждом пазле послание и наименование, в общем-то, той больницы, той красной зоны, где мы побывали. И небольшие пожелания от тех самых врачей, от тех самых героев невидимого фронта. Да, совершенно верно. От тех людей, которые сейчас в это время стоят на страже и берегут наши жизни. Я это говорил, буду говорить, порой рискуя своими жизнями. На самом деле, друзья, наш эфир подходит к своему завершению. И вот что хочу сказать вам на прощание. Не стесняйтесь говорить спасибо врачам, своим родным, друзьям, просто знакомым. Знаете, будьте уверены в том, что каждая сказанная благодарность, она обязательно к вам вернётся, только увеличенная в сто раз. Да, помните, что благодарность действительно возвращается, друзья. И это ведь так просто сказать хорошее, простое слово спасибо. И, наверное, не только даже врачам, а в принципе в жизни друг другу говорить спасибо. Ну и, конечно, как наш эфир без замечательной песни. Я передаю микрофон нашим вокалистам. КОНЕЦ 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 Ко всем врачам, кстати, поздравляем с прошедшим днем медика. Друзья, новый РТ-объект открыт, готовьте телефоны, фотоаппараты, можно подходить, фотографироваться и не забывать ставить хэштеги. Своё ТВ, Железноводск, большое спасибо. Спасибо.